Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ну, например, ей плохо, я просто не знаю, я потом... Нет, ну это уже психология, это не важно. Нет, просто она хочет просто муситься и понимать, от чего ты отталкиваешься. От чего ты отталкиваешься? Плохо от того, что ее отца просто надо облегчить. Нет, она говорит, что в жизни что-то случается, я иду на могилку, и ей там легче становится. Она там душу свою отливает, и все. Просто я не в церкви молюсь, я разговариваюсь с папой. У вас не нравится, что... У вас в семье что-то происходит, что-то на работе. Просто вот иногда накипает же такое, да? Зачем к мертвому человеку уйти, когда Бог... А для меня он живой до тех пор? Да что? Почему вы вместо Бог пахнет? Вот потому что для меня он как-то и телохранительный, и ангел хранительный. А Бог говорит, что у вас любит жену или детей более, нежели меня. Я не знаю, зачем. Я просто хожу в церкви, встречи с папой, да? Не помогает. Я схожу к папе, поговорю с ним. Не помогает, да. Я поговорю с папой. А почему он не помогает? Он помогает, кстати. Вот чисто у нее по жизни вообще получится. Вот как я думаю. Да, базар, это все, торговля, это все шляпы. А вот так жизнь бегать. Ну что люди... Нет, я не спорю. Просто я скажу в церковь, поставлю, да? А когда я скажу в папе, посижу, поговорю с ним. Просто посижу, поговорю с ним. Теперь посижу. Святые поставлю. Все. Я ему все выговорюсь, все скажу, и мне легче. Мне даже в жизни все налаживается. Нужно? Давай. Нужно вас затушить? Я Слово Божие сейчас не беру, пожалуйста. В Святой Библии та сказана, кто разоряет храм Божий, храм Божий, это наша плоть, вот это вот, того покарает Бог. Вот, курием, вы из себя разрушаете этот храм, и Господь вас карать будет. Может, и уже карает. Чем? Вот какие-то болезни, там, печень заболеет, ледкие там, это потому что само по себе человек сам себя убивает, но Господь тоже наказывает по нашим же грехам. Потому что мы воюем против заповедей Ложи. Вот как брат сказал, нарушай шестую заповедь. Не убей. Даже там есть, в Евангелии Господь говорит, всякие ненавище брата своего есть человека убивиться. То есть у Бога дубь ей вообще рамки. А апостола Лаяка написано, кто согрешит в одном, чем они становятся виновным во всем. То есть ты нарушая одну заповедь, всего лишь шестую, ты никого не приводейся, там, с какой-нибудь женщиной с соседней не спал, и так далее. Но ты нарушил вот этот шестой заповедь, ты уже нарушил все десять заповедей. Почему? Потому что Бог, он же дал эту заповедь, не убей, он сказал, что заповедь не приводействует. Вы говорите, вот я хожу в храм, молюсь. А написано в Библии... Да, я не хожу молюсь, я не умею молиться. Нет, я просто, вы говорили, что меня Бог слышит. Значит, молитву поставлю. Я сам себе просто, я в Бога верю, просто он мне постоянно помогает во многих случаях. Вот, это значит, у вас когда-то молитва все равно внутренно по себе, не обязательно уже в храме молиться. Можно идти и молиться с Богом на слове. Вот, а Господь говорит, Бог гречников не слышит, в Библии написано. Бог гречников не слышит. Он всегда помогает. Это, наверное, кто еще помогает? Здесь Ивана Кулина. Нет, в курении, в янце, там еще в каком-то наркомании. Это все шляпы. Я имею в виду про то, что у меня как правильная очередь. Материальные, например, да? Нет, да это... Вот такая вот шляпа. Почему вы не пользуетесь? Если у меня есть человека, я с ними не справлюсь. Вот чисто, действительно, Богу молюсь, я с ними справляюсь. Тебе честно говоря. Это просто невозможно одному человеку, но у меня получается. Это Господь хранит, потому что, да, кто это и не дает. Потому что в его власти жизнь дать и его жизнь забрать. А почему? А надо еще золотой шляпы? Нет, ну серебряный. Все во власти Божьей. Серебряный. Мы не имеем права. Вы так написали? Вы Евангелие читали? Нет. Подарить вам? Главное, это дело не в крестике, какое золотое и серебряное. Какое у вас сердце? Доброе или злое? А чтобы оно было доброе, нужно читать и поступать так, как Христос поступал. Но у нас есть свободная воля, которая от нас зависит. Как мы ее направляем? Да, направляем. Если мы молимся... Нет, подождите, а если война, почему тогда наше государство... Смотрите, а почему у человека много почему? Потому что он не знает Слово Божьей. Нет, нет, нет. Вы просили ответить. Не перебивайте, пожалуйста. Я вам до конца вопрос не задала. Если все во власти Божьей, почему тогда наше вот это вот государство решает начать войну, не начать войну? Это тоже решает? Бог решает, начать или не начать. Смотрите, я вам сейчас отвечу. Согласно Слову Божию, если вы его читаете, там написано так, что если народ согрешает, то есть верующий народ именно, который верит в Бога Создателя, согрешает, нарушая его Святой Запад, Господь посылает на них войну. Вводит в плен, наказания какие-то другие. То есть почему, за грехи народ. А наших мальчишек, молоденьких совсем? Они грешили. Смотрите. Они грешили. Пили, курили, блудили, матерились. Пошли на войну и Бог убил. А которые нет. Дело тут. А которые нет, живые остались. Нет. Смотрите. Смотрите. Да дело не в этом даже. Я просто не хочу. Смотрите. Можете. Ну а и которые нет, те в рай попали. Ну что, допустим. Да. Просто не стало. Мамы плачут. Они в рай попали. Чего и плачут. Если бы они хорошие такие. А мы о спортсменах ничего не скажем. Он не обнять, не пить. Он не курил, не пил. Он всю дорогу двигался. Никогда не воровал. Вернись туда. А Богом сам снимает, пожалуйста. Самое главное еще. Когда человек умирает, мы не знаем, где его душа находится. Как вот именно. Потому что эта сутка будет великий в будущем. Но если человек погиб в нечестие. Например, кого-то убил в этот момент. Или курил и пил. Или наркомат. Он попадет прямо в дорогу в ад. То есть все. Потому что он беспокоит. Там вообще просто сожгли. Чего сожгли? Ну сожгли БТР их. Пока ехали. Никого он не убивал. Ничего не успел. Значит он умер. Ну хотел значит убить. Раз он. Зачем? А его забрали. Зачем? Почему меня не забрали? Его не забрали. Тебя не забрали. Я по строчке служил. Как не забрали? Всех забирают. 18 лет всех забирают. Всех. Меня не забрали. Не забрали. Я не хотел убивать. Я тоже не хотел. Но меня забрали. Я пошел служить. Потому что это надо. Здесь все самое главное в том. Что Господь требует от нас исполнения своих запов. Он не спрашивает. Хочешь ты, не хочешь. Как нравится, не нравится. Он говорит. Я никому не заповедовал. Согрешай. Никому не заповедовал. Никому он такой заповедовал. Сказал не убей. Не убей. Люби Господа Бога твоего. Значит ты должен любить его всем сердцем. Не хочешь? Иди дела дьявола делай. То есть кури, пив, груди. Хоть курица на ушах стой. Но впереди у тебя ждет вечность. Гиена Бога. С сатаной и ангелом его. Вот вы говорите сейчас. Вам надо самое главное, что осознать, что Бог, Творец, небо и земли послал в мир Сына Своей Недородного, Иисуса Христа. И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своей Недородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него. А верующий в Него написано, не грешит. Сознательно не грешит. То есть Он осознан на грех никогда не грешит. Сигаретку не возьмет тогда. Почему? Бог его освобождает от этого. А для того, чтобы Бог тебя освободил, ты должен осознанно понять, что ты беспокаянный грешник, который попадет в ад. Я понимаю. Тебе нет исправления. Все. Они посреди. Подождите, я вам мысль расскажу, чтобы на ваши вопросы ответить. Вот я это осознал 26 лет. Я встал осознанно, дома у себя был, на колени встал, перекаялся перед Богом. И Господь мне дал исцеление от пьянства, от блуда и других каких-то либо тяжких грехов перед Богом. Понимаете? Бог дает исцеление. Человек со мной не справится. Человек бывает. Вот я сегодня брошу курить. Сатана его начинает чревоугодить, например, толкать. Бросил наркоманию, начал кинуть. То есть вот так вот. Сатана... Это как у меня. Да. Честно говоря. Честно говоря, что ты у меня такой. Раньше наркоманил, сейчас купил. А Господь избавлялся раз и навсегда. То есть ты был грехник, как он стал править. Был вороном, стал голубицей. Был волком, стал овцой. То есть Господь, Он преобразует человека изнутри. Физически ты не меняешься. А изнутри ты меняешься. Ты совершенно другой спортсмен. А вообще раньше был спортсменом. Я тоже занимался. Я тоже занимался. Я тоже занимался. Но это не в этом главное. Главное, Господь говорит, позови ко мне, я услышу тебя. То есть надо осознанно встать на колени перед Творцом. И его зови. Господи, я сам не могу. Помоги мне. Вот она Господь тебе даст исцеление. Гурение, пьянство, направление. Все просто. Господь, вот ты завтра на утро встанешь и стоишь, и нет этого. Вот как я раньше этим не занимался. Я вот 26 лет так поступил. Я вот так учусь. Я подвожу к храму, хоп и на колени встану. И что тут в храм? Перед Богом вставай. Ты можешь и дома встать. Можешь в храме встать. Перед храмом встать. Можешь где-то в поле встать. Смотря где ты призовешь имя Господь. Просто от души что-то. Конечно. От сердца. Господь, у нас же произвольная воля есть. В чем и заключается образ Божий. Что есть у нас произвольное. То есть Господь нам дал свободу воли. Ты можешь выбирать между добром, злом, жизнью и смертью. И чего пожелает Бог, тот раз. Наши. Вот за эту свободу мы будем отвечать перед Богом. Ты уже не сошелся. А меня Сатана искусил. Я там к женщине залез, которая замужней была. Потому что у тебя есть свободная воля. Ты мог бы его не послушаться. А воззвать что-то. У меня тоже человек грешен. У меня тоже искрешение разумеет. Ну если там в руки подходит что-то. А я начинаю молиться. И Господь ей мысли исчезает. Я с одним парнем лежал в больнице. Он говорит, как так? Я говорю, сколько верующих? Он говорит, я уже говорю, ну как я? Он говорит, несколько лет уже. Ну как ты так? Типа без женщины. Я вот не смогу. Я говорю, а потому что Господь дает. Я молюсь и Господь дает. То есть я вот, например, не женатый. Господь такой дает. Помолите. У меня нет похотения на женщин. Я, наоборот, иду стараюсь в этот взгляд отвратить от разратного мира. Без Бога невозможно. Без Бога невозможно. Вот когда апостолы, если вы Евангелие будете читать. Вы взяли Святой Евангелие? Возьмите, почитайте. Господь говорит... Последняя книжка? У нас еще... Ну там у нас эти остались. Ну заведутся с Ивангелие. Он... Ученики точно так же ко Христу подошли и говорят, господи, как же спастись? Ну сейчас-то я как вот просто измолю свои грехи? Если бы я дали... Вам, во-первых, надо прийти в образ трезвый. Слушай, я от вас чувствую запах. То есть перед Богом не надо пьяным. У меня друг был, он пьяный встал на колени, а трезвый от него не достучишь. То есть это обман. Сатана смеялся над ним. Не, я не обман. Честно. Я просто говорю, вам надо позвать к Иисусу Христу. Господи, помоги мне. Я сам не могу. То есть осознай свое ничтожество. Как говорят, человек опустился ниже Плинтуса. То есть ты должен... Вот сейчас я падаю, я чувствую. Да. То есть ты уже не только что упал, а ты погибший. Надо это осознать. Я это осознал. Я встал на колени перед Богом. И Господь меня исцелил. И дал здоровую веру. Урождение Слыша называется. А до каждому человеку дается. То есть все в нашей свободной воде. Прийди ко Христу. Все, с Богом. Спасибо Господу. Вам тоже. Спасибо большое. Давай. С Богом парня. С Богом парня. Все, все. Ну что, вам не лезет? Нет. 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 Это проще. Мы все этим поседаем. Это проще. Она из смерти. Весь силы имеют еще тишина из смерти. То есть дьявол.